Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны по какой-то причине, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересных, а главное полезных информаций о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, не только в формате тест-драйвов, но и обзоры технические, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего сюжета это автомобиль от концерна Toyota, причем крайне популярный, особенно в дальневосточной части нашей страны. По сути дела, именно с этого автомобиля когда-то началось пришествие тойотовских гибридов на российский рынок официально, по каналам официальных дилеров. Подобные автомобили на вторичном рынке представлены очень широко. Ну а если автомобиль с пробегом вы по каким-то причинам не хотите, вы до сих пор можете заказать себе эту модель с аукционов Японии. Встречайте, Toyota Prius в кузове XV20. Toyota Prius в кузове XV20 появилась в 2003 году. Это второе поколение модели. Машина продолжала выпускаться на протяжении весьма длительного периода. Последние экземпляры 20-х покинули сборочные линии в 2011 году. Причем два года эта модель продолжала выпускаться параллельно с уже запущенной в производство следующей 30-й версией. Что касается выбора трансмиссии мотора либо типа привода, то такового здесь не было. Все эти автомобили выходили с завода с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 77 лошадиных сил, работающим в составе гибридной установки. А привод эти машины могли иметь только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр это рестайлинг 2011-го, последнего года выпуска модели. Машина без пробега по России, ну а родной пробег по Японии составляет порядка 158 тысяч километров. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он способен сопротивляться коррозии. Что касается толщины лакокраски, то у 20-го Prius толщина окраса достаточно небольшая, в целом стандартная для большинства японских автомобилей, от 90 до 130 микрон, где-то плюс-минус. Качество металла здесь весьма неплохое, но вот антикоррозийной защиты с завода у этого автомобиля крайне мало. Поэтому при осмотре подобной машины, неважно, пришла она из Японии только что, и вы смотрите без пробежку, либо вы выбираете машину, которая побегала по просторам нашей родины уже какой-то определенный период, может быть и весьма длительный, обязательно осмотрите автомобиль на подъемнике. У Prius в 20-м кузове коррозия хоть и случается на таких участках, как, например, кромка крыши, либо пороги, но чаще все-таки локализуется она под днищем автомобиля. Так что после внешнего осмотра основное внимание на подбрюшье. Ну а если вы заказали подобный автомобиль из Японии БП, и он пришел в состоянии близком к новому, не поленитесь обеспечить машине дополнительную антикоррозийную обработку снизу. Если, конечно, в ваши планы входит эксплуатировать этот автомобиль долгое время. Что касается салона и бортового электрооборудования, то у 20-го Prius по части надежности бортовой электроники, такой как, например, стеклоподъемники, регулировки зеркал, разного рода клавиши, в том числе и управление климатом и магнитолой на рулевом колесе, все обстоит благополучно. Выходит из строя подобные вещи крайне-крайне редко. На что следует обратить внимание при осмотре понравившегося поддержанного 20-го Prius, так это на корректность работы климатической системы. В первую очередь на этих автомобилях подводили электроприводы заслонок воздухосмесителя. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля обязательно прощелкайте климатику по всем режимам обдува, по всем направлениям обдува и прогоните ее через все значения температуры. Гораздо реже и на больших пробегах здесь может подвести сам вентилятор отопителя, который может начать шуметь на пробегах уже значительно превышающих 200 тысяч километров. Ну а по части надежности компрессора кондиционера на 20-х Prius, как правило, все в порядке. Сам компрессор здесь, кстати, электрический и какого-то отдельного привода ремнем не имеет. Также имейте в виду, что на Toyota Prius вам придется следить не только за исправностью системы вентиляции салона, но также и, например, за дополнительным вентилятором охлаждения батареи. В остальном же по салону 20-го Prius замечаний минимум. Места здесь более чем достаточно, сама архитектура панели весьма спокойная, при этом удобная. Все здесь под рукой, по части эргономики все знакомо людям, эксплуатировавшим хоть раз в жизни любую Toyota. Здесь есть дополнительные подстаканники в центральной консоли, довольно вместительный бокс, а также целых два бардачка. Что касается удобства посадки, то у 20-го Prius с этим, в принципе, все в порядке. Здесь есть регулировка рулевой колонки, правда, только по высоте, по вылету колонка здесь не регулируется. Водительское кресло регулируется в достаточно широком диапазоне. Что касается продольной регулировки. Также здесь есть возможность отрегулировать высоту подушки, в зависимости от индивидуальных предпочтений и диапазон этих регулировок, также достаточно. Сами сидения, хотя и лишены какой-то явной боковой поддержки, но при этом весьма удобные, мягкие и комфортные. При условии наличия целых двух удобных широких подлокотников, в дальней дороге уставать в этом автомобиле вы вряд ли будете. Что касается заднего сидения, то в целом места здесь тоже достаточно, при том, что я в данный момент сижу сам за собой. Для задних пассажиров у нас также есть целых два подстаканника, открывающихся из центральной консоли. Есть удобный подлокотник на двери, есть дополнительный подлокотник в центральной секции сидения, который, кстати, подозрительно напоминает таковой на сотом кузове Toyota Mark II, как по ширине, так и по материалу обивки. Спинка сидения по наклону в данном случае уже не регулируется. Ну а запас места над головой, хотя и присутствует, но в данном случае минимален. Напоминаю, мой рост 1,86 м. Что касается багажника Prius 20-ки, назвать его огромным, язык не повернется, но, тем не менее, это лифтбэк, соответственно, практичность какая-никакая тут присутствует. Естественно, рвиная доля высоты багажника в данном случае у нас съедается батареей, высоковольтной батареей, но здесь все равно остается достаточно вместительный подпол, где размещается штатный инструмент, буксировочная петля, баллоник и вороток для домкрата. По левой стороне багажника есть также и дополнительная ниша под мелочевку. Ну а если вам нужно увести какой-то габаритный груз, убирайте полку и складывайте сидения. Благодаря тому, что в данном случае уровень пола в багажнике у нас достаточно высокий, все это складывается в почти ровную поверхность. Но погрузочной высоты кузова типа минивэн от 20-го Prius, увы, вам не добиться. Все-таки это чисто легковой автомобиль. Что касается подкапотного пространства, то в составе гибридной силовой установки Prius этой генерации трудился двигатель с индексом 1NZ-FXE. Суффикс FXE указывает на то, что данный мотор работает по циклу Аткинсона, соответственно, имеет несколько иные по продолжительности фазы открытия и закрытия клапанов относительно бензинового двигателя, работающего по циклу Отто. Цикл Аткинсона имеет свои преимущества в виде более полного использования энергии сжигаемого топлива, но имеет также и недостатки в виде, например, нестабильной работы двигателя на малых оборотах. У таких моторов нет режима холостого хода. Собственно говоря, на Prius его и не бывает. Двигатель здесь всегда работает под нагрузкой, что обеспечивает ему отсутствие одного из самых вредных для бензинового мотора режимов работы. 1NZ-FXE конструктивно представляет собой алюминиевую рядную четверку с обычным распределенным впрыском топлива. Фазовращатель здесь один, только на впускном распредвалу, а привод ГРМ реализован посредством цепи. Что касается каких-либо проблемных мест по данному мотору, то можно обозначить следующие моменты, про которые нужно быть в курсе, если вы покупаете поддержанный 20 Prius. Первый момент, связанный с данным мотором, это склонность подобных агрегатов на пробегах за 150 тысяч километров начинать подъедать масло. Причем у некоторых владельцев масляный аппетит прогрессирует достаточно быстро и достигает солидных значений. Причина появления подобной проблемы кроется в конструкции маслосъемных колец. В данном случае они вышли у Toyota, скажем так, не вполне удачными. Причем раскоксовка может и не помочь. В этом случае, конечно, кольца придется заменить. Второй момент связан с механизмом ГРМ. Хоть он здесь и цепной, но к большим пробегам порядка 200 тысяч километров может подвести сам гидронатяжитель цепи. В этом случае вам также придется залазить в двигатель. Правда, только по части механизма ГРМ. Муфты-фазовращатели в данном случае работают очень продолжительное время, без каких-либо нареканий в принципе. Ну и последнее. Стоит отметить склонность данного агрегата обрастать нагаром, как во впускном коллекторе, так непосредственно и в дроссельной заслонке. Соответственно, и впуск, и дроссель вам придется в процессе эксплуатации время от времени прочищать. Но это скорее эксплуатационная особенность, а не какой-то глобальный недостаток. Первым симптомом необходимости такой чистки будут плавающие обороты двигателя при работе. Ну и последнее. При осмотре подобного автомобиля на подъемнике обратите внимание на то, чтобы ваш 1NZ-FXE не тек маслом. Чаще прочего сдается задний сальник коленчатого вала или так называемый коренной на стыке двигателя и коробке передач. Но 1NZ-FXE это только половина силовой установки данного автомобиля. Вторую часть подкапутного пространства занимает инвертор-преобразователь. Этот узел занимается преобразованием электроэнергии и распределением ее по системе от батареи на тяговые двигатели, от тяговых двигателей к батарее, от генератора к батарее и так далее. Этот узел при работе нагревается и имеет дополнительное жидкостное охлаждение. Контуры системы охлаждения в данном случае не сообщаются между собой. Поэтому если вы поменяли антифриз в контуре охлаждения двигателя, не забудьте проделать то же самое и с контуром охлаждения инвертора. Кроме того, там также присутствует и свой насос. Система охлаждения, своя маленькая помпа, за исправностью которой также нужно следить. Большинство случаев выхода инвертора из строя, что, кстати говоря, выльется в недешевую его замену, связано именно с системой охлаждения, а чаще прочего с выходом из строя дополнительной помпы и последующим перегревом. Что касается коробки передач, то в данном случае используется узел, состоящий из планетарной передачи и двух электромоторов. Данный агрегат компания Toyota именует вариатором, но от вариатора в данном случае только сам принцип работы. Эта трансмиссия позволяет вам менять передаточное число оборотов от мотора к двигателю в очень и очень широком пределе, намного более широком, чем того позволяет добиться классический вариатор с конусами и ремнем. Именно благодаря данной трансмиссии двигатели Prius способны расходовать столь малое количество топлива на 100 км пробега. При этом, несмотря на более высокую конструктивную сложность коробки именно 20-го Prius по сравнению с таковой на следующем 30-м поколении, с ресурсом у данного узла все в порядке. Трансмиссии крайне надежно и выходят из строя очень и очень редко. И поломать коробку на Prius можно по большому счету, разве что специально, поскольку изнашиваемых деталей в ней по большому счету нет. Собственно говоря, вся гибридность этого автомобиля изначально была нацелена на минимальный расход топлива, что вы вполне себе можете получить на этом автомобиле. Средние цифры расхода топлива в городских пробках будут, скорее всего, в районе 4,5-5 литров на 100 км. При движении по трассе примерно то же самое. Некоторые владельцы исхитрялись добиваться цифр расхода порядка 3,5-3,9 литра на 100 км пути. Однако помните, что вся экономия данного автомобиля в основной массе проявляется у тех людей, кто использует машину для частых поездок по городу, в пробочном режиме и в летнее время. И при этом не слишком любит превышать скорость. Если же вы планируете использовать автомобиль в основном для езды по трассе на скоростях, далеко за разрешенными скоростными лимитами, то никакой экономии топлива на Prius по сравнению с обычным малолитражным автомобилем вы, скорее всего, не получите. Ровно то же самое можно сказать и про эксплуатацию подобного автомобиля зимой в сильные морозы, когда бензиновый двигатель используется не столько для непосредственно передвижения, сколько для отопления салона. И, соответственно, работает на протяжении почти всей поездки, обеспечивая и более высокий расход. Что касается всех волнующего аспекта жизни батареи, как правило, даже на автомобилях с пробегами за 200 тысяч километров батарейка продолжает чувствовать себя вполне исправно. При этом сама батарея состоит из 28 ячеек. Сбоящие ячейки можно поменять по отдельности, на чем значительно сэкономить. Кроме того, батарея Prius работает в максимально благоприятном для ее долгой службы цикле. Максимальный заряд не выше 65% емкости и разряд не ниже 40%. Высадить батарейку на Prius в ноль можно только специально, поехав на автомобиле после того, как у вас закончится бензин для работы непосредственно бензиновой силовой установки. Ну а теперь переходим к осмотру автомобиля на подъемнике. Что касается самой подвески 20 Prius, то схема здесь традиционная для автомобилей данного класса. Спереди у нас используется подвеска типа Макферса, ну а сзади обычная балка. Подвеска конструктивно очень и очень простая и, как следствие, довольно надежная. Какие-либо глобальные замены наподобие, к примеру, замены амортизаторов либо пружин на этом автомобиле вряд ли настигнут вас на пробеге менее 200 тысяч километров. Кстати говоря, практически столько же способны отходить и, например, оригинальные нижние шаровые, которые, к слову, в данном случае, спасибо Toyota, выполнены изначально съемными от рычага. То есть шаровые крепятся на болтах, а не впрессованы в рычаг. Соответственно, менять весь рычаг необходимости не будет. При необходимости шаровые поменяете отдельно. До пробегов 200 тысяч вы, скорее всего, поменяете 100% стойки переднего стабилизатора и, возможно, рулевые наконечники, в зависимости от того, где вы будете эксплуатировать машину. При взгляде снизу на 20-ку Prius становится ясно, что этот автомобиль проектировался для эксплуатации на хороших дорогах. Клиренс тут даже по легковым меркам не сказать, что огромный. Минимальное расстояние под передними брызговиками. Также не сказать, что высоко находится штатная пластиковая защита за передним бампером. Ну и низкие точки – это непосредственно лонжероны кузова. Расстояние до них от земли вряд ли превышает 11-12 сантиметров. Причем в данном случае подобное касается не только передней части лонжеронов, но и задней тоже. Так что после покупки подобного автомобиля не лишний будет держать в голове тот факт, что низшая точка на кузове у вас находится в районе лонжеронов, а вовсе не по кромке бампера либо порогом. Что касается задней подвески, здесь обычная балка. Сайлентблоки-балки вы вряд ли полезете менять на пробеге ранее 300-350 тысяч километров пробега. Ну а резиновые втулки амортизаторов меняются, соответственно, вместе с самими амортизаторами на пробегах не ранее 200 тысяч. Пластиковый топливный бак подвешен достаточно низкой. Какой-либо дополнительной защиты у него нет, кроме термозащитного экрана, поскольку рядом проходит выхлопная труба, и вот эта самая точка, пожалуй, и будет низшей точкой в задней части автомобиля. Как мы уже сказали в начале, изначально днище 20-го Prius не задута антикоррозийной защитой полностью. Защита есть на швах в виде заводского герметика, но при эксплуатации в регионе с обилием реагентов на зимних дорогах этой защиты может оказаться недостаточно. Поэтому, если вам повезло и вы купили автомобиль без наличия следов ржавчины либо ржавого налета на днище, не поленитесь дополнительно обработать его хорошим антикоррозийным составом. Ну а теперь выводы. 20-й Prius это крайне удачная модель Toyota. Этот автомобиль сочетает в себе очень маленький расход топлива, крайне низкую ставку транспортного налога и при этом достаточно хорошую динамику. Конечно, больше всего эта машина подойдет тем, кому по необходимости в жизни либо по работе приходится наматывать в условиях мегаполиса значительные расстояния. В этом случае вы значительно сэкономите на расходах на топливо. Однако при этом следует иметь в виду, что такие вещи как клиренс или проходимость по большому счету не про этот автомобиль. И даже заснеженный хорошо заметенный двор для Prius явно не его стихия. В остальном же по самой модели каких-либо противопоказаний к покупке подобного автомобиля по большому счету нет. Запасные части на этот автомобиль стоят относительно недорого. Содержание его накладным будет назвать достаточно сложно. Главное не доводить до выхода из строя непосредственно гибридной установки. Которая, впрочем, сама по себе к этому не предрасположена. Ну а что касается кузова, если автомобиль не побывал в серьезных ДТП и не пережил кустарного некачественного восстановления после ОНОХ, то по части ржавчины на этих автомобилях также все должно быть плюс-минус благополучно. Ну а если вы уж так сильно опасаетесь за состояние гибридной составляющей этой машины, то такой автомобиль вы можете смело покупать после положительных результатов диагностики в профильном сервисе. Благо таковых сейчас достаточно много и практически в любом крупном городе вы найдете людей, работающих с гибридными автомобилями. На сегодня это все. Если наш обзор вам понравился, оказался в чем-то полезен, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не ленитесь указывать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а если у вас был или есть до сих пор Prius в 20-м кузове, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, также пишите все это в комментарии, ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Если же вас заинтересовал именно этот конкретный автомобиль на подъемнике, то может так случиться, что к моменту выхода данного видео машина все еще будет находиться у нас на продаже. Дополнительную информацию по наличию и стоимости, например, вы можете уточнить по контактной информации в описании под видеороликом. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!